Ассаламу алейкум. Меня зовут Хаджи Мурат Данагол. Я уже много лет работаю в Национальном музее Республики Дагестан. Сам по призванию, так я думаю, что я музейщик, поскольку работа приносит удовольствие, какие-то результаты, может быть, да. А закончил я городскую школу и, соответственно, поступил на художественно-графический факультет Дагестанского педагогического института. И вот я считаю, что вот эти пять лет, проведенные на художественно-графическом факультете, они и дали мне вот этот фундамент, основу для последующей своей научной деятельности. Почему? Потому что, будучи студентами этого факультета, мы объездили многие уголки Дагестана. Я, как городской житель, впервые оказался в горах. Мы побывали в эти годы и на Гунебе, и на Ахульго, и в Гимры. То есть объездили много сел. Там вот я впервые все это увидел. И каменные башни сохранившиеся, каньоны, горы, тропинки. И вот тогда вот это пошло влечение к истории у меня. И будучи уже старшекурсником, мама работала в филиале Академии наук, поэтому мне была доступна библиотека. Я просто ходил после занятий туда с общей тетрадкой, с ручкой, заказывал книги о Кавказской войне о Шамиле и просто переписывал, конспектировал. Они по сей день у меня хранятся, как вот памятник той эпохи. Я окунаюсь, ухожу головой в прошлое и там вот нахожу отдушину, там изучаю. Хотя там тоже непростые времена были, да, но тем не менее интересно. Изучаем, вытаскиваем новые документы, вводим их в научный оборот. Очень много всего интересного и хочется донести до читателя, до слушателя все это. Ну вот стараемся. Я закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по педагогическим наукам. И тема моя была тоже связана с Шамилем, то есть как личность имама Шамиля, как фактор воспитания школьников. Вот история с педагогикой, вот такой симбиоз. Вот и в последующем стал дальше изучать эту историю. И докторская диссертация моя была посвящена уже пятому имаму Дагестана, Нажмадину Гацинскому. Почему? Потому что здесь тоже сработал вот такой у меня вот эффект того, что Гацинского... И по сей день Гацинский остается в советской историографии как ярый враг народа советской власти. Поэтому его и расстреляли, и все в черных красках. Меня это немножко смущало и вызывало эта личность у меня интерес. Так ли все плохо? Такой ли он плохой? Вот стал изучать эту личность. И много чего интересного нашел. Очень интересная личность, трагическая личность, но не такой уж демон, как его писали в советское время. Меня очень тоже волнует тема так называемой гражданской войны. Это 17-е, 18-е, 19-е, 20-е годы в Дагестане и на Кавказе. И стараюсь, хотя это совсем другая тема, но тем не менее тоже сделано немало в освещении малоизвестных, а порой неизвестных страниц этой эпохи. И вообще я хочу сказать, что Дагестан, Кавказ – это такой уникальный регион, что здесь все интересно. Вся история, и древняя история, и средневековая история, и история Кавказской войны, и постсоветский период. Все интересное, хочется все осилить, все осмыслить, изучить, но, к сожалению, времени на все не хватает. Личность имама Шамиля меня волнует уже много десятков лет, еще будучи студентом в советское время, то есть совсем другую эпоху, другое время. И не всегда было гладко в плане изучения этой темы, потому что какие-то источники, какие-то книги были все-таки под запретом или полузапретом. Но, тем не менее, это было время еще, когда не было ни ксерокса, ни сканера, да, и все приходилось вручную, шариковой ручкой писать, переписывать, конспектировать. Тем не менее, я плодотворно работал, шел уверенно вот по этому пути. И, конечно же, очень много перечитано, перепахано источников всевозможных по этой интереснейшей теме, как Кавказская война и сама личность Шамиль. И, конечно же, у меня тоже произошло такое явление, где я, можно сказать, осмыслил все-таки вот эту личность трагическую. Я иногда мечтаю побыть в его время, то есть находиться рядом с ним. Иногда, вот не сочтите за какой-то бред, но вот иногда ощущаешь запах кожи, да, ремня, запах вот именно вот этой той эпохи, запах пороха. И думаю, что какой же все-таки я слабый все-таки, да, по сравнению с теми моими, как говорится, по возрасту, да, людьми, все-таки для них выпало очень много бед, страданий, трудностей. Я думаю, что вряд ли бы я все это осилил, но все-таки стараюсь. И вот это выживание в ту эпоху, оно тоже необходимо для исследователя. То есть надо жить и дышать тем воздухом, с тем, чтобы оценить ту или иную ситуацию и поразмышлять, как бы поступил бы ты сам вот в этой ситуации. Будучи в 94-м году, когда совершал паломничество, хаджи, то будучи на кладбище Джанат-Ульбакия в Медине, меня ноги привели просто к этому месту, где, значит, как мы говорим сегодня, приблизительно захоронение Шамиля. Шамиля и его дочерей, да, потому что перед хаджи я понимал, что я окажусь на этом кладбище и изучал вот эти моменты, где он мог похоронить. Вот изучил вот этот вопрос, и вот ноги привели меня к этому месту. Долго я стоял, размышлял, вот как это было в то время, в 1871 году, когда его здесь хоронили, многочисленный народ. Вот, и, конечно, тоже было очень трогательно это все смотреть, вспоминать. И вот по сей день тоже вспоминаю вот этот миг. Я вот на протяжении всех этих лет собирал все изображения, связанные с Шамилем. Это фотографии его. Их немного, но очень трудная работа, трудоемкая работа была. Это его изображение, потому что, как мы говорим, знаем, что это была очень популярная личность. Его многие рисовали и сочиняли и прочее. Поэтому вот на сегодня уже создан большой банк данных его портретов, его картин, где он фигурирует. Я думаю, что это вылилось бы хороший альбом с этими репродукциями. Это не просто картинки, это они изучены, проанализированы, авторы этих портретов, фотопортретов. Вот этот один проект. Еще один проект у меня большой – это семья Имама Шамиля, его история этой семьи. Это тоже на протяжении многих лет изучалось. В принципе, сейчас работа сделана практически. Сейчас вот идет, так сказать, полировка этого будущего издания. Это история всех членов его семьи, начиная с его времени и кончаясь с сегодняшнего дня. Это их фотографии, это их послужные списки, это их жизненные истории. Дагестан стал проводником ислама на Кавказе. С этой древней земли вышло очень много алимов, ученых, которые прославились не только на территории Дагестана, Кавказа, России, но и далеко за пределами. В том числе и в таких мусульманских центрах, как Медина, Мекка, Стамбул, Александрия и так далее. Поэтому это все взаимосвязано. И я вот работая над темой Шамиля, над темой Кавказской войны, хочу сделать вот такой краткий вывод в том плане, что в основном, конечно же, написано все на основе российских источников, зарубежных источников. А серьезным белым пятном и по сей день остается именно арабоязычная литература, документалистика, с которой надо работать. И сегодня есть у нас в Дагестане целая группа специалистов, ребят молодых и взрослых ученых, которые занимаются вот этим благородным трудом. То есть это перевод арабоязычных текстов, удивительным образом сохранившихся по сей день, несмотря на многие, да, в период советское время, и уничтожение, и скрытие этих документов. Вот, и вот последнее, вот в нашем, в 21 веке, вот сейчас, да, мы стали свидетелями появления переводов уникальных источников, уникальных просто, что вообще, о чем можно было мечтать только вот в прошлом веке, да, в 20-м. И что вот интересно, как сегодня иногда перелистывая ту или иную книгу на арабском языке или же Куран, мы находим между страницами уникальные какие-то клочки, кусочки бумаги, письма тех времен. Как правило, того времени письма были очень небольшие и лаконичные, в частности, Шамиля самого письма. Вот, и удивительно, что вот листая эти книги, обнаруживаешь какую-то новую страничку той эпохи героической. Удивительным образом. И это несмотря на то, что очень много оказалось уничтожено в этих письменных источниках, да, в свое время. Да, и сегодня мы говорим, что все-таки много еще вот таких письменных памятников находится в руках у дагестанцев. Просто надо очень много ездить, очень много сил и времени это отнимает. И, тем не менее, нахождение какого-то кусочка бумаги с бесценными надписями на арабском языке все сметает, вот эти все эти трудности, все эти, как говорится, пот и кровь, и время, и все. И ты становишься безмерно счастливым, обладателем вот нового документа, который ты переводишь и вводишь в научный оборот. Есть проект такой о том, чтобы показать все архивные мои изыскания, тоже сделать как сборник архивных документов, миниатюрные истории, касающиеся Кавказской войны и личности Мамы Шабеля, которые будут тоже очень интересны. Почему архивные? Этому я придаю очень серьезное значение, потому что архивный документ – это и есть документ. Это не какой-то рассказик художественного произведения, это документ, который фиксирует определенный миг истории, которому, в принципе, можно верить, которому можно взять за основу. Если следовать вот этому классическому вопросу, если бы вы родились заново, кем бы вы были бы, то я бы, наверное, и не жалеете ли, да, что вы стали тем-то, а не тем-то, то я, наверное, тоже скажу, что я не жалею, но хотелось бы все-таки получить глубокие религиозные знания. А этого было не дано в советское время, да, ну вот мне в частности, да и многим моим современникам. Вот такая мечта. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам.